Делегация из Чувашской Республики во главе с министром сельского хозяйства посетила Гродненский молочный завод. Главной темой встречи стали вопросы сотрудничества по поставке продукции на Чувашский рынок, а также обмен опытом и увеличение товара оборота. Гродненская сторона предложила взаимодействовать по принципу B2B. Это значит, наш молочный завод будет поставлять цельную продукцию под маркой местного чувашского производителя. Таким образом, белорусское предприятие не вытесняет местное, и обе стороны будут сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Исходя из территориальной отдаленности региона, в первую очередь в Чувашию планируются поставки сырной продукции. К слову, в этом регионе большое внимание уделяют личному подсобному хозяйству. Если в Гродненской области 99% – это переработанное молоко из крупных сельскохозяйственных производств, то в Чувашии, наоборот, более 60% молока и мяса – это продукции частного производства. Так оказывается поддержка личного подсобного хозяйства. При этом многие фермеры до сих пор остаются верны белорусской технике – 75% нашего отечественного производителя. Качественное молоко все-таки это крупнотоварное молоко, которое производится в сельхозорганизациях. И мы максимально сделаем для того, чтобы увеличить молоко. И за пять лет мы ставим задачу увеличить молоко в два раза в сельхозорганизациях Чувашской республики. Россия по-прежнему остается основным рынком для белорусской продукции. 64% молочной и мясной продукции из Белоруссии экспортируется в соседнюю страну. Если раньше весь товар отправлялся в Санкт-Петербург или в Москву, то теперь планируется наладить отношения с регионами. Это позволит наладить выгодные двусторонние отношения. За последние годы мы продвинулись не только вот так нам хотелось пожелания, требования рынка, требования сегодня покупателя по безопасности, по ассортименту, по вкусовым качествам продукции и, конечно, по ценам, которые есть. Они сегодня приемлемы нам и приемлемы российскому покупателю. Продолжение следует...